Друзья, привет! Пока не поняла, не определила, как буду вести этот канал, но у меня возникла потребность поговорить с вами и обсудить одну тему, которую я нахожу реально важной, и реально её нужно обсудить. У меня прям возникла потребность, я прям с массажа пришла, села вот дома и записываю, даже не накрасилась, решила, нет, нет, мочи терпеть. Хочу поскорее с вами это обсудить. И это тема духовности. Благодаря тому, что долгое время профаны в этой теме хозяйничали, люди утратили представление вообще о том, что такое духовность, что такое духовный наставник, что такое уважение к мастеру, что такое благодарность. И я понимаю, что все люди находятся на разном уровне развития, из разных семей, разного происхождения, генетически разные. И как бы не у всех есть, понятное дело, знания, или какие-то представления о том, как правильно, как неправильно. не все понимают, как вести себя с людьми, что является ценным, а что нет. Но я столкнулась тут с такой ситуацией, что я узнала, что одна, ну, скажем так, один человек, который приходил на один день из моих съемок, решил меня оценивать по тому, сколько у меня денег, и вообще, что со мной там происходит. Ну, это давно еще было, просто вот сейчас эта информация всплыла, и я в шоке, ребята. А как мы приходим в духовность с деньгами, это как вообще в голове сложилось? Это кто вам это вложил в голову? Не знаю, какой-нибудь телеканал, канал на ютюбе, какая-нибудь мастерица этих денежных медитаций, кто вам это рассказал? Кто вам рассказал, что духовность — это деньги? Мой учитель был нищий, вообще нищий. Но он был гений, и он мог там на расстоянии управлять предметами и людьми, ему просто это не было нужно. И я не понимаю, в какой момент это стало приемлемым и вообще возможным, чтобы мы духовное знание опошляли до уровня животных. Я не понимаю. Духовное знание не гарантирует вообще ничего. Не гарантирует ни особой красоты, ни здоровья, ни богатства. Оно только гарантирует состояние единства с Богом, счастья и ответ на все свои вопросы. И, может быть, в какой-то части своей жизни мне бы хотелось просто сидеть и писать стихи и наслаждаться солнечной погодой. Но я чувствую, что вот этот беспорядок, он должен быть остановлен. Вот эта профанация духовности — это злонамеренные действия тех людей, которые не могут в нее войти, и они ее опошляют. И вот с этим, я думаю, нам надо разобраться. И предлагаю вам тоже об этом задуматься. Субтитры создавал DimaTorzok